но машина просто кайф просто кайф ребят просто кайф это без привлечения это уровень и 14 400 до за 12 никто такую машину не отдаст такая вот она спереди я говорю жене жених же не на память про mazda красненькую ой ребят это отдельная история двигатель конечно не очень это двухлитровый n 46 b20 мотор такой себе достаточно есть проблемы у него но это отдельная история сейчас сяду в типу более подробнее расскажу друзья всем привет вы все те подписчики которые смотрят все видео которые их комментируют которые вообще в теме как что и происходит в принципе на этом канале знаете то что у этих видео есть определенная задержка я писал отвечал комментарии народу хочу вам еще пояснить почему потому что ребят очень много работы если видео будет выходить без за без задержки то это нужно будет ну по факту через день выкладывать эти видосы соответственно их никто смотреть не будет это будет никому не интересно ну и мне это дополнительно как бы выкать нагрузка к моей работе но 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 ребята вот это видео выходит без задержки вот сегодня 15 января а видео сегодня вторник да видео выйдет в пятницу почему называется так купил своей маши купил машину своей жене буква же двояка можно сказать почему потому что и жене и мою жену зовут евгений жене вот потому как бы так сделать ребят до mazda ушла mazda уехала mazda классная машина на самом деле тем более то mazda которая была у нас ну по сути решить вопрос с рыжиками и как бы давайте так давайте чтобы без воды я постараюсь вам как друзьям как людям без всяких вот этих вот излишеств что называется вот честно рассказать ситуацию почему продали mazda так как я честно рассказал человеку который купил вот и почему купили бы мы на самом деле первая причина это гниение mazda это как есть ложа руку на сердце перед вами честно бороться с этим у меня нету времени я бы это сделал но вторая проблема это то что жена работает и чаром в эти компании и ситуация такова что и автомобиль нужен ежедневно она реально без машины не может нет ни ребят щас будете бомбить в комментариях такси пусть вызовет такси это целая проблема носки и машины просто не приезжают ты вызываешь автомобиль ждешь час накидываешь сверху денег приходят там грубо говоря тариф 100 гривен ты накидываешь сверху 100 вот тогда может и приедет и опять-таки нужно ждать но когда час пик когда все стоит а такое в киеве очень часто это это целая проблема поэтому нормально по нормальному сделать машину не получилось вторая ситуация что всподвигло ее продать вообще машину то что я пересел на 8 и конечно же ну ребят после 8 даже вот это вот 318 в кузове 90 тройкам ни о чем это правда да она классная но по комфорту она абсолютно ни о чем потому искали автомобиль немца цели направлено немца искали машину которой нет проблем с кузовом у у них действительно проблем с кузовом нет и искали машину ну соответственно чтобы немножко было можно сказать пантереска визуально визуально она очень классно смотрится ну вот сразу назову ценник 14400 вот это это мы за эти деньги и взяли есть договор купли-продажи потому это за эти деньги мы действительно и взяли 14400 есть еще человек который забирал мазду он тоже ценник слышал видео потому что он с нами рассчитался за мазду и мы тут же взяли бмв две машины кому интересно посмотрите в инсту подпишитесь там все это будет видно и человека который мазду забрал ну под продавец бы мы не захотел чтобы его фотографировали вот такой парень на самом деле класс ситуация какова машина и еще раз 2011 год это тройка это 318 заднеприводная машина с вторых рук но была в семье ребят это подход мой и он такой же и к себе и к своей жене и к вам ребят вы когда ищите автомобиль прежде всего это вам рассказывают все абсолютно на ютюбе и все до единого и автоподборщики умные люди прежде всего покупайте машину целую по кузову чтобы потом не было проблем не проблем и не дай бог случае дтп что-то она сложится не так как надо и проблем при продаже дальнейших искали машину ребят честно много клиентов которые так рассказывал людям которые к нам заходят на автоподбор с лета еще то что я там ищу жене бмв то сюда ребят кто знал про это напишите пожалуйста в комментариях поставьте лайк юрчик который на мазду на новую сел в кузове бм ребят искали машину с лета искали машину полгода ровно полгода я пересмотрел такой хлам даже все не представляете просто машины на коленях когда особенно запомнилось когда человек показывал троечку опоздал на час потому что он в качалочке был подъехала троечка заниженная чувачок такой с открытыми окнами совсем свейпом во рту ну и троечка оказалась со шпаклеванной крышей там троечка оказалась просто на коленях то есть вот такие вот продаются бмв здесь же ребят что нашел по машине даже бампера в родном окрасе ничего вообще ничего не крашен а это ребят бмв на которой ничего не крашена проблема как таково найти машину на которой ничего не красилась а найти бмв на которой ничего не красился в троин в тройне проблема вот задний привод я уже говорил шестиступенчатый zf коробка автомат немецкий такой точно такая же коробка как на моей audi поэтому может быть жена уедет в командировку не как раз быстро перекину на свою чтобы не видно было потому что ну здесь она идеально работает вот с родным пробегом на этих машинах пробег очень легко проверяется поэтому ребят это я покажу если получится летом вот жена покатается на ней полгода я ее уговорю снять отзывы владельца чтобы она рассказала своих эмоциях впечатлениях потому что тема острая заднего привода и девушек которые хоть которые хотят все заднеприводную машину и парней в том числе но при этом они переживают они не знают а каково она а как насколько дискомфортно а что а к чему ребят на самом деле ставится хорошая резина и вообще никакого дискомфорта я на ней сегодня целый день катаюсь никакого абсолютно дискомфорта стабилизация работать замечательно хорошая резина и вообще никаких проблем но я это я я хочу чтобы это моя жена рассказала потому что она расскажет вот с точки зрения словами человека обычного обывателя который сел за руль заднеприводной машины 1 за 1 и опыт на заднем приводе зимой и она расскажет очень хочется так вот да ребят пробег пробег легко проверяется на этих машинах обязательно не поленитесь вот если все получится с ними женой видео я подключусь лаунчем своим я вам покажу в каких блоках где что можно найти как правильно смотреть это все реально на этой машине можно узнать помимо этого конкретно на этом автомобиле это официальная история на в это бы варе у нас киеве по машине не работает всего лишь одно это подогрев пассажирского сидения там разрыв контакта я это обязательно починю покажу вам пробег вот такой вот ключик электронный с чипом вставляете его сюда нажимаете на него все ну нажимаете кнопочку старт стоп нажимаете на тормоз и нажимаете кнопочку все машинка завелась сто тридцать семь тысяч семнадцать километров это ее родной пробег касательно состояния но в курсе то что мы не снимаем всякий трэш то что типа там показывают шелковь прочее я наоборот хвастаюсь я показываю что на сегодняшний день можно найти я считаю есть чем похвастаться потому что полгода поиски и состояние просто вау сейчас я вам все буду подробно показывать вы кайфаните хоть хоть кайфаните вот вот это вот состояние смотрите это родной руль который никто никогда не перешивал круиза нету ну круиз можно доставить 100 долларов стоит активируется в блоке круиз и доставляется рычажок вот снимается руль доставляется цена вопроса был круиза 100 баксов смотрите на состояние сидения комбинированное сидение серединка тряпка бокалинки кожи потолок гляньте ребят просто он он просто как новый к нему вообще не приколупаться причем что мне очень сильно понравилось то что действительно нормальный приятный продавец очень хороший человек купил себе новые ковры новые прям новенькие за 100 баксов и отдал оригинальные ковры не какой-то там подделка и вот эти видите не поотламывались что очень редкость большая для этих машин они обычно отваливаются их уже на супер клей клеят тетки пучки очень удобно очень приятно сюда подключается диагностический это диагностический разъем вот так вот снимается и вот здесь вот подключиться можно чтобы ее почитать но об этом уже когда будем снимать отзывы владельца я более подробно все это вам покажу расскажу ну понятно ребят все кнопочки кнопка старт кнопки на руле абсолютно ничего нигде не позатиралась потому что пробег родной ну и потому что за машиной следили вот это я уже жене подкинул презент классная вонючка в новую машину в новую старую машину это дополнительная бесшумка делалось ну вот это можно конечно подкорректировать я летом скорее всего если жена даст я это сделаю чтобы она была эстетично красиво выглядело нигде никакой коррозии понятное дело потому что это бмв а какой-то коррозии говорить вообще бессмысленно кому интересно как вообще переводится бмв ну кто не знает эти байриш мотором в рк как расшифровывается не переводится как расшифровывается еще до момент приятный эти ребята есть подсветки дверных ручек всех четырех и спереди тоже здесь очень приятная фишка резина хэнкук резина хорошая финская финская зима вот сзади сзади мазда мазда тройка в кузове бк которая была у жены до этого красненькая она была поинтереснее в салоне бмв видите такая простенькая вообще ничего ничего сверхъестественного ну конечно эмоции она дает однозначные тоже сзади подсветочка багажник вам открою свою машину нужно все показать электропривод вот здесь от нажимаешь она срабатывает человек отдал дворники bosch человек отдал натирку original для резиновых уплотнителей чтоб двери зимой не примерзали после моечки отдал задние колодки новые которые он купил не успел поменять пуши никто не планировал продавать машину у нас все как обычно захватываем те машины которые никто не планирует продавать нету никакой запаски потому что изначально они шли с резиной runflat потому запаска не предусмотрено в этих машинах runflat жесткий потому будет ездить жена без запаски открою покажу вам здесь полностью вся история вот она лежит в оригинальном таком чехле бмв сервисная книжка в общем это вам будет неинтересно это интересно больше мне и моей жене так сейчас спрячем это все потом прикольный до салон такой спартанский простой но очень ухоженный я думаю вы даже вот по видео причем ребят это никто ее не химчистил серьезно это человек просто ее сохранил в таком состоянии вот вот говорю вам как есть не потому что я хочу разрекламировать эту машину потому что я ее купил нет ни в коем случае я вот честный открытый человек она ее никто не химчистил вот вот вам сейчас тут даже будет хорошо видно чтобы вы не сомневались что я никто не химчистил потому что чуть-чуть покрасились видите от джинс вот здесь в темненький вот это нужно будет убрать вот здесь тоже видно черненькое такое появилось обратите внимание давайте капот откроем же интересно всегда как вот на табр в диски кайфовые диски чек с германии заказывал 17 колеса 235 45 р 17 индекс 94t двигатель ой ребят это отдельная история двигатель конечно не очень это двухлитровый вот н-46 б-20 мотор такой себе достаточно есть проблемы у него но это отдельная история сейчас сяду в типу более подробнее расскажу давайте пройдусь толщиномером это никто ничего не готовил все как должно быть кстати приколочек я на мойку заезжал только что я же на самообслуживание всегда мою когда кёрхером моешь вот по этим вот жабрам на бмв такой звук брынь 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 как музыка прикольно смотрите ребят толщина лкп кому интересно да это не мазда видите это не мазда лкп здесь просто офигенная просто офигенная давайте я по разу на детали стойте криво привожу видите тоже обращайте внимание когда криво прикладываешь они то показывает он комментариях будет писать у тебя ты куда забрал показала 150 здесь чуть поменьше она видите пятнами ребят бмв на которой ничего не красилась на которой нет шпаклевки это я понимаю уровень это уровень и 14 400 до за 12 никто такую машину не отдаст поэтому наверное вы здесь напишите в комментариях что здесь лох я дорого нет ребят это не дорого это стоимость нормальной машины живой машины которая будет ездить и не делать мозги они как зачастую вот есть умятинка подкрасил человек на двери такой даже бампер аж говорю сейчас если вблизи посмотреть обратите внимание класс вся машина такая видят полностью вся вот если обратить внимание на бампер видите снизу немножко почуханный ну потому что потому что ни разу никогда нет ни грамму нигде не красился фух холодно по поводу моторов вот эти n46 моторы говно редко если честно но если взять машину говно потому что очень много специфики специфики которые нужно знать здесь нету щупа там отверстие которое вот этот звук приятный до отверстия которые показывают уровень масла качество масла но со временем забивается начинает глючить моторы горячие проблема перегрева как с любви с любыми моторами бмв на этих моторах тоже встречается расход на них десятка так чтобы просто понимали в городе это реальные их не расход так чтобы прям ехал ну такое но едет понятно бодрее чем mazda 16 но все равно это не пушка не гонка вот с таким двигателем но сама суть ребят если взять автомобиль полностью целый как я взял полностью живой с историей с не скрученным пробегом что очень очень сложно сделать то что мы делаем и для наших клиентов собственно точно так же то она мозги делать не будет и все что с ней будет происходить абсолютно все можете подписаться в инстаграм вот сейчас на экранчике у вас будут зайти автосейл тиви хэштег автосейл тиви е90 и вся история точно так же как хэштег автосейл тиви а 8 вот вы можете все что происходит с автомобилем внимательно смотреть все что будет происходить все заказ наряды я все буду фотографировать вам показывать цена вопроса ремонта обслуживания на самом-то деле но машина просто кайф просто кайф ребят просто кайф это без привлечений как-то так показатель на мазды кому она ушла кто ее взял коротенькое видео смотрите ребятки номера дали на мазду бывшей моей жены и вот на бмв так что машины с похожими номерами так я сейчас быстро пробегусь толщиномером покажу то что ничего не поменялось те кто подписан instagram следили видели да то что я чуть притерли мою жену и кстати вот когда ее тиранули вот после этого вот это вот этот фонарь начал потевать может где-то вот тут нарушили герметичность сбоку вполне реально вот в этом месте так я толщиномером те сейчас пройдусь на видео то что ничего не поменялось покажу дальше передаем машину правильные руки глянешь я беленько пройдусь там так же как и в ролике ничего не изменилось смотри я даже в снег не буду залазить потому что смысла нет ты всегда можешь приехать кому угодно и пересмотреть поэтому я не так кому хочешь я вообще открытый то что по машине все как было все таки осталось толщиномер заметь как он тормозит видишь типа долго циферки на холоде хотя типа у него ну это нормально вот с 3 бывает разброс это все родное а вот это вот крыло сейчас будет крашеная вот это видишь 170 микрон это тут никакой шпаклевки ничего нет это то крыло про который эти рассказывал она снималась там видно все остальное все в родном окрасе ничего не поменялось пересмотришь с тем видео я кстати ссылку в описании сделаю те предыдущие ролики с этой машины машина 2006 год понял что я не хотел трогать это крыло а потому что она в родном окрасе все полностью там пленочки даже вот заводские на машине 2006 года вот сейчас с этой стороны она вся такая какой-то проем один на выбор на твой давай покажешь покажи какой открывай держи тогда дверь так это чтоб в кадре тоже было для тех людей которые себе смотрят либо когда давай когда ты будешь перепродавать это так не это красилось ну да тут же крыло не красился смотришь для тебя тоже по машине красилось крыло и то крыло красилось так что можно сказать что оно и не красилось потому что 170 микрон но это не красилось крыло видишь видно что крыло снималось вот это тот болт крутился тоже так ах ни хера наверно не видно будет видно машина машина полностью целая полностью ты можешь поехать к любым людям так садись внутрь надо же машину отдать с чистой душой и совестью как обычно значит смотри я на видео тебе расскажу видео выйдет без задержки как обычно поэтому все ты увидишь ну какие рекомендации что нужно сделать реально отдаю машину в состоянии заправляй мой и есть какие то сверчки какая то мелочь во первых холодная зима вот этот вот вентилятор который втягивает воздух салона на климат вот который вот здесь это всем известная проблема вот этих машин вот он эта пластиковая штука снимается его смазываешь и все то есть машина еще раз да скажу машина 2006 года пробег можешь свет включить провернуть рычажок а вот тут он будет видно так пробег сколько там не вижу 204 29 204 тысячи 29 километров вот 2006 год еще раз поворачивайся блин холодно 2006 год по машине красилась переднее левое крыло ссылки в описании под этим видео когда ее забрал у бочки у своего клиента которому нашел потом своей жене забрал я там все показал более подробно поэтому я тезисно расскажу что тебе надо сделать по машине рассказывать ничего вообще не буду там все рассказал тебе нужно сделать антикоразийку которую ни бодька не сделал ни я не сделал вот ну да но я в ролике про бмв расскажу все подробнее и почему причина продажи и все вот эти моменты и полечить вот эти рыжики которые кстати я уже лечил и есть видео там где ты видел тоже это все заправляй и катайся по поводу каких-то нюансов вибраций что ты говоришь еще раз ты можешь заехать на любую станцию Mazda Club официальный дилер тут все по машине нормально я абсолютно как бы открыт и как есть все единственное я же говорю с чем это с коррозией нужно будет как бы повоевать но это проблема всех этих БК МАЗ троек в остальном даже стекла за исключением форточки задней которая менялась маленькая потому что разбивали окно забыли машина закрылась даже лобовое стекло оригинальное 2006 года то есть машина как для шестого года она просто сохранилась я считаю офигенно цена 7500 вот как есть говорю ну такая есть цена то есть тебе по факту просто вот машина перепала ну за все типа с услугами со всем то есть ну можно сказать без услуг я не знаю как правильно сказать ну короче 7500 я в таком бюджете тройки уже не ищу я это уже говорил даже в тех видео которые ты видел тоже потому что ну это хлам это нормальную машину не найти вот это вот просто повезло 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 Бодька за ней следил моя жена за ней следила ну и ты будешь следить и да и пробег тоже кому интересен вот пробег 200000 это ее родной честный пробег не скрученный вот если обратить внимание на состояние руля просто на вот это все в каком она состоянии то есть это абсолютно живая не конченая машина по кнопочкам по вот этим вот вместо вот этого часто часто оно вытирается много царапин появляется вот только-только они начали появляться перекупы снимают вот эту пластиковую накладку красят то есть машина не готовлю ну не подготовлена к продаже все как есть всякие мелочи которые вот подсветку вот это все-все-все сделаешь но это мелочи то есть по факту машина по факту я же говорю состояние это Садись, заправляй, мой и есть Все, как-то так, я просто снял это видео Для чего? Чтобы хранилась история машины То есть вот на каком пробеге я ее купил Все ссылки в описании На каком пробеге ты ее купил, это важно Вот так Посмотрели? Я надеюсь, что человек будет за ней следить Конечно, конечно, конечно Конечно, блин Ну человек все время ездил на служебных автомобилях Новых салона И мне было крайне неприятно, что сел Ну тут сверчок у тебя на пробеге 200 тысяч Тут у тебя еще что-то Машине, которая 2006 года По которой красилась только передняя левая крыла Чуть-чуть лаком надувалась дверь Переход делали То есть вообще машина 2006 года На котором ничего практически не происходило с ней Человек будет радоваться только Ну вот эти моменты, меня так неприятно было, честно Вот честно Блин, почему так? Я реально отдал хорошую машину Причем когда машину продали, она уехала Я клянусь вам, жена плакала У жены слезы с глаз потекли Просто жалко Жалко, потому что машина хорошая А причина продажи Ну вот только вот банально в том, что кузов Времени нету это сделать Я бы это сделал Я вам говорю честно Ну времени просто нету Ну и тут да, другой класс машины Вот, еще раз Кому интересно Автомобиль Одиннадцатый год Кузов Е90 Тройка 318 Автомат Шестиступенчатый гидротрансформатор ЗТФ коробка Офигенная коробка Беспроблемная На самом-то деле Двигатель двухлитровый Бензин Никакого газа Ничего Мотор Н46 Б20 Я не знаю, ребят Состояние Видели все сами Состояние Бомбическое Все, что будет с ней происходить Все буду писать Рассказывать Напишите в комментариях Как вам она Правильно ли мы сделали С женой Вот Ну и взяли бы ли вы Как обычно себе И по цене напишите Дорого, недорого Просто интересно Я считаю, ребят Что это недорого Я считаю, что это Абсолютно адекватная Классная цена Как-то так Машина прикольная Сама суть Найти такую BMW целую Которая уже Ну тоже возраст Это не первая свежести машина Ну это очень сложно Давайте на этой ноте Будем тогда прощаться На время Потому что у нас На следующей неделе Новые ролики Как обычно будут выходить Вы поставите Обязательно лайк Подпишитесь на канал Выскажитесь в комментариях Все, что накипело Не накипело Вот Я покажу, как она выглядит Сейчас обойду ее в круг И на этой нотке Мы будем на время С вами прощаться Пока-пока Вот покажу, как она выглядит Вам Смотрите Как раз солнышко вышло Вот так вот Реально красивая машина Прикольно то, что когда Включаешь Видите Кольца засвечиваются Классические BMW Вот здесь такие вот диодики Три красивых Светятся Ночью очень красиво Такая вот она спереди Я говорю жене 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 На память Про Мазду Красненькую Красотка, да? Да, реально красотка И солнце вышло Вот такая вот машинка Номер прикольный Попался С этого ракурса Она тоже красивая Она со всех ракурсов Красивая БМВ Не может быть Некрасивая Спрашивая Спрашивая Слушай Какая ситуация Мне до Аполлони Надо добраться Мне поможешь Да не, не Я не еду никуда Извини Ничего Не, не, не Извини Видите Это у нас Киев Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok